В Черкесске завершено строительство нового корпуса Республиканского дома-интерната общего типа для престарелых и инвалидов. Мониторинговая группа, в состав которой вошли депутаты парламента, представители партии «Единая Россия» и Министерство строительства и ЖКХ, проинспектировали новое здание. Подробности у Мурата Джангёзова. Строительство первой очереди этого объекта было завершено несколько лет назад и строительство было заморожено. Затем, благодаря реализации подпроекта «Старшее поколение» федерального нацпроекта «Демография» работы возобновились и успешно завершены. Здание площадью 5126 квадратных метров рассчитано на 122 человека. В данном здании приспособлены все помещения для комфортного пребывания людей с ограниченными физическими возможностями. Размещены помещения для отдыха, занятия физической культурой и спортом, столовой, помещение, здание оборудовано лифтами, подъемниками для маломобильных граждан. В общем, полностью готовы к принятию старшего поколения, которое нуждается в опеке и заботе. В новом здании созданы все необходимые условия для комплексного медицинского и социального обслуживания, для комфортного пребывания, прохождения реабилитации, социально-бытовой и психологической адаптации постояльцев, а также для организации их досуга и отдыха. Мы посмотрели все этажи, и там, где для лежачих, мне понравилось то, что везде функциональные кольки, везде холодильники, шкафы, везде телевизоры. И самое главное еще, это двухместная палата и секционная, только две палаты. И слева, и справа, и санузлы, и все оборудовано по последним требованиям, именно для неходящих, именно для поддержки, все поставлено. Поэтому в целом я остался очень доволен. Еще мне понравились медицинские посты на каждом этаже, они тоже оборудованы. На сегодня 99% оборудования завезено, все поставлено. Ну, конечно, любая стройка не может быть без каких-то недостатков. Это мы отметили, и спасибо ребятам, все согласились, они устранятся. И я думаю, для жильцов созданы прекрасные условия. Открытие нового интерната позволит снять дефицит в республике для тех, кто нуждается в постоянном уходе. Совсем скоро объект сдадут в эксплуатацию, и здесь примут первых посетителей. Мурат Шенкьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.